Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторщик. Многие спрашивали, а вот что такое вот этот черный налет на пробках и от чего он? Это что, грязь или еще что-то? Ну нет, увы, это не грязь. То есть, если посмотреть на вот пробочку, да, то есть обратите внимание, что у нее внутренняя часть, вот она вот так закручена, да, то есть внутренняя часть, откуда бы могла попасть грязь сверху, она вот здесь вот чистая. Она защищена, как правило, то есть на отверстии вот здесь используется такая грань, и, соответственно, когда мы скручиваем, то есть она, видите, в виде конуса сделана здесь и, соответственно, там. То есть, когда мы закручиваем, она пластик к пластику прижимается и грязь туда попасть не может. Вся грязь, если она имеется, она остается вот в этом кольце. Вот в этом кольце она остается, тут кто-то убирает ватной палочкой, кто-то там чистит, как-то промывает, но, тем не менее, грязь внутрь у нас не попадает. Откуда берется вот эта вот, да, чернота, спросите вы? Сразу скажу, что если вы открутили пробки, и особенно если они веселенького цвета, какая-нибудь там желтенькая, красненькая, еще какая-то зелененькая, и увидели вот такое вот, как здесь, чернющие все пробки, у нас все пробки чернющие, если одну какую-то увидели, в принципе, это не имеет никакого значения, суть примерно одинаковая. Это аккумулятор, кто не понял, Тюмень Беттери Стандарт, использовалась на автомобиле УАЗ-2715, я не знаю, сколько лет, доподлинно неизвестно, маркировки, к сожалению, я не нашел, то есть использовалась, ну, где-то 2-3 года примерно. Ну вот, естественно, ее, скорее всего, не обслуживали, и вот там бьют себя в грудь, вот, да Тюменский, надо Тюменский брать батареи, я как бы никогда за них особо не топил. Да, вот эта Тюмень, она дешевая, но какой результат она приносит? За ней надо ухаживать. У нее вот здесь вот указано расход воды L, но я считаю, что здесь расход явно N, то есть нормированный, самый-самый, что ни на есть большой. На автомобиле был довольно слабый генератор, то есть он давал напряжение меньше нижнего порога, и тем не менее даже выкипело. Что будет, если поставить на иномарку? Я думаю, где-то 6-12 месяцев он у вас выкипит, если вы его не обслуживаете, ну и, соответственно, начнет быстрый износ. Здесь банки все сухие, все 6 сухие, вот в этой еще, если вот там надавить как-то сбоку, там что-то есть. Но, увы, все банки сухие, и вот эта вот чернота, соответственно, пластины, когда у нас оголяются, когда аккумулятор заряжается на автомобиле от зарядки, неважно где, либо на автомобиле, соответственно, запуск, то есть любая нагрузка, будь то заряд-разряд, пластины у нас не в электролите, они голые, они начинают там активно нагреваться, ну и, соответственно, вот, ну как сказать, работать тупо на износ, они начинают нагреваться, коробится, активная масса отваливается, и вот на пробках вот здесь это уже активная масса. То есть, если вы открутили, если у вас, например, одна такая черная пробка, значит, здесь был, либо был, либо сейчас есть низкий уровень электролита, ну и, соответственно, то есть пластины там уже немножко покосячились, и, соответственно, ничего хорошего с этого не выйдет. Здесь все черные пробки, я, кстати, до этого уже показывал аккумулятор Тюмень, Тюменский там Медведь или какой-то такой был аккумулятор, он был там, ну, гибридный, такой помоднее, чуть подороже, красный, тоже стоял на иномарке, то ли год, то ли меньше года, пробки все абсолютно такие же. Поэтому, если вы покупаете аккумуляторы Тюменские, решили сэкономить, прочитали где-то там в журнале, что это самый топовый аккумулятор, поставил и забыл, нет, не забыл, вы сейчас видите картинку, внутри все сухо. Все сухо, ребят, мне просто крокодиловыми слезами хочется плакать, когда я вижу аккумуляторы в таком состоянии. Сейчас, то есть, все топят за кальциевые батареи, я тоже, собственно, топлю за кальций, потому что кальций бывает с примесями, кальций бывает еще какой-то, и даже кальциевые батареи выкипают. Вот, а уж что говорить про обычные гибриды, там, сурьма, еще какие-то самые простые, ну, здесь вообще, конечно, здесь просто жесть-трешняк. Видео по восстановлению, оно доступно вот здесь вот, получилось у нас, не получилось, я еще сам не знаю. То есть, заходите, смотрите эксперимент, сейчас будем доливать дистиллированную воду, что-то заряжать, не знаю, что-то получится с этого или нет, здесь 50 на 50, плюс еще напряжение у нас, десяточка, то есть, возможно, замыкание, то есть, аккумулятор тупо приходит быстро в негодность. Поэтому, вывод какой? Не хотите париться с аккумулятором, берите кальциевую батарею, на которой написано кальций-кальций, она будет чуть подороже, но не будет вот такого скорейшего выхода из строя и геморроя с доливанием водички, зарядкой, замерами, там, и проще всякой ерундой. Ну, вот, если вы решили сэкономить или топите за тюмень, пожалуйста, берите тюмень, никого не отговариваю, но, как бы, имейте в виду, что периодически необходимо все проверять, замерять, подливать водичку, вот, чувствовать себя таким алхимиком в лаборатории. Поэтому, будьте внимательны, покупая тюмень, с вот этими вот пробочками, купите сразу, знаете, когда, если покупаете тюмень, купите сразу вот эту, вот, 5-литровку дистиллированной воды, ну, это новосибирская вода, я сел, ну, какую-нибудь, короче, 5-литровку, либо полторашку, она вам точно пригодится, короче говоря. Вот, на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok